МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Будь здорова, Одесса». Если у вас в течение года регулярной половой жизни желанная беременность так и не наступила, это ещё не значит, что вы бесплодны. Врачи предпочитают говорить о временной неспособности зачать ребёнка. Благодаря успехам современной репродуктивной медицины «Бесплодие перестало быть неизбежностью». Тема нашей программы – «Как преодолеть проблему бесплодия». Гости нашей студии – специалисты клиники репродуктивного здоровья ЛАДА. Алла Олеговна Калеева, врач и кушер-гинеколог высшей категории репродуктовок. Здравствуйте! Добрый день! Екатерина Алексеевна Данилова, врач и кушер-гинеколог первой категории репродуктовок. Здравствуйте! Здравствуйте! И Владислава Юрьевна Метешкина, врач эмбриолог. Здравствуйте! Добрый день! Насколько сегодня эффективны вспомогательные репродуктивные технологии и что препятствует зачатию? Эти и другие вопросы будем обсуждать сегодня в студии. Но вначале давайте посмотрим сюжет. В Украине уже давно сложилась ситуация острого демографического кризиса. Она характеризуется низкой рождаемостью, распространением однодетности и бездетности, высоким уровнем общей смертности, снижением средней продолжительности жизни и ее активного периода. В нашей стране около 15% пар, состоящих в браке, не способны зачать ребенка. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% – это предел, после которого бесплодие становится социальной проблемой. В настоящее время считается, что если при регулярной половой жизни без предохранения беременность не наступает в течение года, необходимо ставить вопрос о бесплодном браке и начинать обследование и лечение супругов. Этот срок в один год определен статистически. У 30% здоровых супружеских пар беременность наступает в первые 3 месяца совместной жизни. Еще у 60% в течение последующих семи, у оставшихся 10% через 11-12 месяцев после начала половой жизни. В тех случаях, когда консервативные и оперативные методы лечения бесплодия оказываются неэффективными, на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии. В 2010 году лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине стал английский ученый Роберт Эдвардс, разработавший «Инвитро» – один из способов экстракорпорального оплодотворения – ЭКО. Он состоит в том, что к извлеченной из организма женщины яйцеклетки, которая находится в питательной среде, добавляют суспензию сперматозоидов. Через несколько часов один из них проникает в яйцеклетку и оплодотворяет ее. При втором способе ЭКО – интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов – сперматозоид вводят в яйцеклетку с помощью микрохирургических инструментов вручную. Гинеколог Патрик Стептоу успешно применил «Инвитро» в 1977 году, в результате чего в 1978 родилась Луиза Браун. Путем вспомогательного оплодотворения с того времени родилось более 5 миллионов младенцев во всем мире. Ежегодно в мире рождается более 200 тысяч детей, зачатых с помощью репродуктивных технологий. Итак, тема нашей сегодняшней программы – «Как преодолеть проблемы бесплодия». По вашему мнению, из собственного опыта, в чем основная причина бесплодия и стоит ли некоторым ждать целый год или сразу обращаться к врачам? Да, действительно, проблема бесплодия является одной из актуальнейших проблем медицины сегодня и связано это, наверное, с тем, что количество бесплодных пар каждый год увеличивается, а не уменьшается. Одной из причин бесплодия, наверное, в первую очередь можно назвать воспалительное заболевание половых органов, как мужских, так и женских. И воспалительное заболевание начинается, наверное, с детского возраста. Это и раннее начало половой жизни, и различные заболевания, передающиеся половым путем, которые нелеченные или не вылеченные, недолеченные, а, может быть, и не обращали на них внимания никогда. Следующая проблема – это гормональные заболевания, гормональные расстройства в организме, которые тоже приводят к нарушению репродуктивной функции. Кроме того, существует заболевание такое, как эндометриоз, которое относится тоже к гормональным заболеваниям, и от этого заболевания очень страдает репродуктивная женская функция. Одним из грозных осложнений воспалительных заболеваний – это является непроходимость маточных труб. Следствием такой непроходимости могут быть внематочные беременности, которые влекут за собой удаление трубы, или же в процессе обследования женщине ставится диагноз «непроходимость труб». Таким женщинам рекомендовано уже ничего не ждать, а обращаться за помощью в клинике репродуктивных технологий. Также всевозможные вмешательства на яичниках, оперативные вмешательства, которые связаны с каким-то истечением ткани яичника, что ведет к уменьшению вариального резерва, и женщины могут потерять время, ткань яичника страдает, и иногда такое обращение в клинику может быть уже даже запоздалым, поэтому такие женщины тоже должны прийти в клинику сразу после операции. Что же касается мужского бесплодия, здесь у нас есть андрологи, которые выясняют у мужчины какие-то заболевания, возможно, гормонального порядка, возможно, воспалительного, опять-таки связанные с теми же заболеваниями, передающимися половым путем. Если в спермограмме отморожены какие-то отклонения от нормы, мужчинам рекомендована консультация в клинике репродукции для выяснения возможного лечения, восстановления функции, а может быть уже и дальнейшего лечения с помощью ВРТ. Какие должны быть показатели у женщины, чтобы она точно понимала, что ей только поможет вспомогательное оплодотворение? Ну вот хочется отметить, что надо обращать внимание на возраст прежде всего, потому что с увеличением возраста снижается эффективность нашего лечения. И если женщина старше 35 лет, то ей совсем не нужно ждать этот год, чтобы в дальнейшем обратиться в репродуктивную клинику, что достаточно полугода. И вот хотела сделать дополнение небольшое к первому вопросу. Если мужчине более 40 лет, это также, вот если мужчина состоит в браке и не наступает беременность на протяжении полугода регулярной совместной половой жизни без использования средств контрацепции, то это также основание для обращения такой пары в репродуктивную клинику. С кого надо начинать обследование? Потому что чаще всего начинает женщина обвинять мужчину, мужчина начинает обвинять женщину в том, что желанная беременность не наступает. Кто же на те первые? Вы знаете, подход «кто виноват» здесь, наверное, не прав, потому что виноватых здесь нет. Есть проблема, которую надо решать. Проблема пары. Следовательно, надо лечить пару. И надо обследовать пару. Иногда, ну, чаще всего, наверное, страдают женщины, потому что мужчина считает, что у него все в порядке. И, значит, виновата женщина. И приходят женщины к нам. Но потом выясняется очень часто, что проблема семейная, проблема и у мужчины, и у женщины, так называемый сочетанный фактор бесплодия. Поэтому, наверное, пара должна приходить вместе, чтобы понять, в чем проблема, чтобы настроиться на обследование и не упустить вот это вот время, когда одного лечим, обследуем, а второй, в общем-то, потом выясняется, что тоже есть проблема. Ну, у нас город морской. У нас очень много пар, где мужья, моряки. Конечно же, женщина приходит чаще всего первой. И потом мы уже работаем с мужчиной по возвращению на берег. Что включает в себя первичная консультация? Ну, первичная консультация. Мы всегда рады видеть пару, да, двоих участников процесса. Но действительно бывает такое, что приходит кто-то один. Чаще это женщина. На первичной консультации мы должны тщательно изучить все те исследования, которые ранее были проведены в паре, либо кому-то, да, из пациентов, кто пришел к нам на первичную консультацию. Бывает, что уже проведены ранее оперативные вмешательства какие-то. То есть все это тщательно изучается, чтобы определить стратегию дальнейшую для ведения таких пациентов. То есть мы определяем спектр дополнительных обследований, спектр специализированных исследований. Что такое дополнительное исследование и специализирование? Давайте подробнее об этом. Чтобы мы могли поставить диагноз, окончательный диагноз, четко понимать причину бесплодия. Потому что дальнейшие наши действия изначально зависят от характера и причины бесплодия. Во-первых, как будет вестись эта пара, для того, чтобы получить долгожданный результат, то есть забеременеть и родить здорового малыша. Так, и какова будет дальнейшая тактика ведения беременности такой женщины? Я дополню, наверное. То есть необходимые перечни обследований, это тот перечень, который регламентирован нашими приказами. То есть обязательный перечень, без которого мы не можем вступить женщины в эту программу. Но это обязательное требование, как бы, общее. А каждая женщина у нас индивидуальная. Индивидуальность. Мы поэтому подходим к каждой женщине индивидуально. И, возможно, есть что-то дополнительное. То, что не является обязательным. Ну вот есть какие-то, предположим, обязательные анализы, которые надо пройти, и можно ли пройти их у вас в клинике? Там, не знаю, проходимость маточных труб. Вы сказали, что в этом является часто причиной бесплодия. Безусловно. Мы проверяем проходимость маточных труб. Мы выполняем такую процедуру, которая называется гистероскопией, для определения каких-то внутриматочных включений, обнаружений и, в общем-то, по возможности удаляемых. Если же мы не можем с этим справиться, то у нас есть клиники, которые мы направляем для более глубоких оперативных вмешательств. Наверняка есть какие-то обследования, которые надо обязательно пройти? Безусловно. В ряд этих обследований, согласно приказу, входят также исследования женщины на цитологическое исследование шейки матки. Лучше всего проводить жидкостную цитологию, то есть ПАП-тест, что нам даст гарантированный достоверный результат состояния шейки матки в условиях планирования беременности. Также, что у нас еще есть из, скажем так, новейших методов исследования. Время гистероскопии мы можем взять кусочки, то есть ткань эндометрия, биоптат эндометрия, на исследование иммуногистохимическое. То есть мы можем определить восприимчивость эндометрия к половым гормонам, таким как прогестерон, эстрадиол. Мы можем определить, есть ли какие-то хронические воспалительные процессы в матке, что является очень важной причиной бесплодия. То есть маточный фактор исключается в данном случае. То есть клиника специализируется не только на вспомогательных технологиях? Безусловно. Клиника очень разносторонне подходит вообще к здоровью женщины и мужчины, поэтому мы, конечно, начинаем с того, что надо быть здоровым вообще. Поэтому у нас существует программа ежегодного обследования, то есть поддержка гинекологического здоровья женщины, это ежегодный такой профилактический осмотр, то, что называется диспансеризация, в общем-то. Дальше мы занимаемся лечением шейки матки, то есть патологии шейки матки. И каждая женщина может к нам подойти, в общем-то, обследоваться. Мы очень любим наших пациентов, которые у нас получили свою долгожданную беременность, которые у нас, да, приходят потом с нашими детками. И мы, безусловно, их берем к себе, и дальнейшее обследование, дальнейшее ведение. То есть вот... И им с нами комфортнее. Да, им, конечно, с нами комфортно. Это и проблемы дальнейшего, скажем, обследования, лечения, если есть необходимость, а, возможно, даже и проблемы контрацепции в дальнейшем, потому что диагноз бесплодия не всегда остается бесплодием после родов. Также у нас и мужчины тоже не обделены вниманием. Мы занимаемся мужчинами и в ракурсе бесплодия, и просто мужского здоровья. Для этого у нас принимают специалисты, эндокринолог, андролог, терапевт, мамолог. Два специалиста УЗИ. Мы смотрим УЗИ беременных женщин, в общем-то, до срока 40 недель, то есть полностью захватывая все возрастные, да, все этапы беременности. Специалисты все высококлассные, и аппаратура, оборудование, на которых они работают, позволяет изучить всю патологию досконально и помочь максимально нашим пациентам. А какой средний показатель эффективности клиники ЛАДА, и что для вас средний показатель эффективности? Если говорить вообще об эффективности нашей, в среднем учитываются все циклы ЭКО, которые мы проводим, то есть я не буду сейчас разграничивать по возрастным категориям, так как эффективность как раз от возраста-то и зависит. Если говорить в среднем, это 46-47%. А можно ли восстановление естественной фердильности? Ну, как я уже сказала, Быша, безусловно. В первую очередь все пары, которые к нам приходят, мы не рассматриваем в том, ну, куборезрезе, что только ЭКО, или только инсеминация. Нет, прежде всего мы их обследуем, и, конечно же, мы оказываем какое-то лечение, вспомогательное лечение. И, ну, я не скажу, что часто, потому что все пары, которые к нам пришли, обычно уже где-то лечились, то есть они прошли ни одного врача. Но, тем не менее, ежегодно у нас до 10 пар самостоятельно беременеют после проведенного лечения. Это случается достаточно быстро, то есть через месяц, через два. И неожиданно. Да, и неожиданно совершенно. Поэтому у нас есть как естественные беременности, точно так и, в общем-то, зачатые путем ВРТ. Но естественная фертильность, то, о чем я сказала, после проведенного курса ЭКО, да, после цикла ЭКО, после родов достаточно часто, если у женщины сохранены трубы, если у нее работают яичники, если у нее нет таких глобальных проблем, она второй раз самостоятельно беременеет и вынашивает свою беременность. Поэтому диагноз бесплодие не всегда категоричен, и он не всегда окончательно и бесповоротно ставится женщине. Ну вот один из этапов обследования – это генетическое обследование. Скажите, пожалуйста, вот в каком случае это проводится и проводится мужчинам и женщинам? Да, безусловно, существуют заболевания, сцепленные с полом. И наша задача, если есть такая вероятность, предупредить, например, мужчину. Мы направляем на определенное генетическое обследование мужчину. Если есть такая вероятность передачи генетического заболевания или бесплодия своему потомству, то наша задача предупредить об этом. Также сегодня существуют методы генетического обследования, такие как преимплантационная генетическая диагностика, скрининг. То есть, когда мы уже имеем эмбриончики, мы также можем, если есть на то показания определенные, исследовать их генетический материал. Скажите, а вот в принципе, когда проводится обследование мужской, там, предположим, мужчину, семенной жидкость сдается, на что смотрится, какие показатели смотрятся и что в рамках вашей клиники вы можете сделать? Когда мы делаем спермограмму, основные параметры, которые нас интересуют, это морфология, это подвижность, также концентрация. Также мы применяем дополнительные методы обследования, такие как ГСТ-тест, Мартест, тест на совместимость и тест на жизнеспособность. Давайте тогда расшифруем, что такое ГСТ-тест, Мартест. Звучит, конечно, какими-то аббревиатурами. Да, звучит устрашающе, но на самом деле эти тесты являются нашими помощниками. ГСТ-тест – это гиалурон-связывающий тест. Он основан на том, что в естественных условиях в окружении оболочек яйцеклетки находится гиалуроновая кислота. И сперматозоиды, которые являются биологически компетентными, то есть имеют определенные рецепторы, они способны связываться с яйцеклеткой и в последующем ее оплодотворять. Вот с помощью такого теста мы и определяем процент таких вот сперматозоидов, так сказать, функционально зрелых сперматозоидов. Что касается Мартеста, этот тест нам помогает определить антиспермальные антитела, если они имеются. Как правило, они могут фиксироваться на головке, шейке, либо хвостике сперматозоида и, к сожалению, выключать эти сперматозоиды из процесса оплодотворения. Поэтому наша задача как бы выявить их. Что касается теста на жизнеспособность, он нам тоже очень помогает. Например, при следующей ситуации, когда мы получили семенную жидкость, все, казалось бы, хорошая концентрация, но все сперматозоиды неподвижны. Так вот, этот тест, он нам помогает выявить именно жизнеспособные сперматозоиды. То есть у мужчин может быть достаточно большое количество сперматозоидов, но, к сожалению, не все они способны вообще оплодотворить, либо вообще способны. Да, да. Хочу дополнить, потому что генетические проблемы сегодня достаточно актуальны в мире. И генетические проблемы бывают и у мужчин, и у женщин. И это тоже является причиной бесплодия. В нашей клинике мы определяем каретипирование. Делаем каретипирование супружеской пары. Если есть в этом необходимость, если мы выясняем какие-то наследственные заболевания у супругов. Также мы выявляем полиморфизм различных генов, что в дальнейшем нам помогает как в процессе оплодотворения, в процессе наступления самой беременности, так это облегчает введение беременности потом до родов. Скажите, а если вот в семенной жидкости вообще не выявлены сперматозоиды, которые способны оплодотворять, это приговор? Нет, это не приговор. Дальше у нас волшебники, эмбриологи есть. Сейчас Владислава Юрьевна как раз расскажет. Да, конечно же, это не приговор, потому что, да, действительно существует небольшой, слава богу, процент мужчин, у которых вообще не обнаруживаем. В семенной жидкости сперматозоиды такое состояние, называется азоосперме. В данном случае у нас есть тоже помощник, андролог-уролог. Он проводит микрооперацию, при которой он извлекает микрофрагмент паренхима яичка или его придатка, да, то есть биоптат, передает его эмбриологу. Ну а задача эмбриолога уже под микроскопом, под большим увеличением, выделит сперматозоиды, которыми он впоследствии сможет оплодотворить эти клетки. И такая методика на сегодняшний день является очень ценной, так как она дает шанс таким мужчинам стать генетическими отцами своего потомства. Ну, хотела еще добавить, процедура очень деликатная для мужчины. Соответственно, мы должны понимать, что гарантированно мы получим, да, сперматозоиды. Для этого делается обследование пациента, гормональное, генетическое. Ну и дальше мы уже на консилиуме нашим уролог, репродуктолог, эмбриолог решаем о целесообразности проведения такой процедуры, чтобы получить здоровое генетическое потомство. Конечно, благодаря, в общем-то, нашему достаточно опытному андрологу мы имеем результаты весьма положительные. И, в общем-то, действительно, те мужчины, которым поставили уже такой диагноз, бесплодие, абсолютно безнадежное, они, приходя к нам в клинику, ну, могут получить вот эту радость отцовства своего. Они просто приходят и уже ни во что не верят. Когда становится понятно, что какой это единственный шанс для пары? Ну, как я уже сказала, конечно, отсутствие трупов. Безусловно, да. Дальнейшее, если же беременность не наступает через год, уже надо думать о том, в чем проблема. Если выявлены какие-то заболевания, то есть дальнейшие требуют дальнейшего оперативного вмешательства, мы можем ждать полгода. Если через полгода после оперативных вмешательств, ну, как правило, не наступает беременность, то надо обращаться в клинику ЭКО и дальше идти уже мелкими шагами, иногда и быстрыми шагами, в сторону такой вот процедуры нашей. Или же мужской фактор бесплодия, о чем мы только что с вами разговаривали, когда присутствие сперматозоидов единичное или абсолютно сниженное, или там есть большие изменения в морфологии самих клеточек, подвижность, какие-то заболевания мужские. Иногда приходят к нам мужчины, которые готовятся к онкооперациям, допустим. У нас тоже есть такое. И в данном случае мы берем эякулят, морозим его, мужчина идет на лечение, а женщина в это время занимается, в общем-то, процедурой получения беременности. И, как говорит мой знакомый доктор, все остальное лечится. Скажите, пожалуйста, вспомогательная инсеминация, насколько она эффективна, сколько раз ее можно делать, что это такое вообще? Внутриматочная инсеминация проводится по определенным показаниям. То есть у женщины должны быть проходимы обе маточные трубы или хотя бы одна. Должны быть нормальные показатели семенной жидкости у ее супруга. Делается внутриматочная инсеминация, если есть несовместимость. В общем, сперматозоиды не могут проникнуть через шеечную слизь. То есть там их встречают антитела, которые агрессивно воспринимают сперматозоиды как нечто чужое, чужеродное, обездвиживают и не дают возможности, скажем так, проникнуть сперматозоидом в полость матки, далее в трубы и совершить оплотворение. Это одно из показаний. Также внутриматочную инсеминацию мы проводим, если женщина одинока, у нее нет спутника жизни, и она принимает такое ответственное решение, как стать мамой самостоятельно. То есть проводится инсеминация донорская семенной жидкостью. Эффективность. Эффективность от 12 до 18%. Используется только по показаниям, используется редко. Но есть пары, которые могут забеременеть при помощи такого метода вспомогательных репродуктивных технологий. Можно провести до трех инсеминаций. По приказу Министерства здравоохранения, которое ограничивает, регламентирует наши действия, как репродуктологов, мы предлагаем три инсеминации. Если после трех инсеминаций долгожданная беременность не наступила, дальше тратить время этой женщины, либо этой пары совершенно нет смысла. Нужно предлагать уже экстракропоральное оплодотворение. Короткие и длинные протоколы ЭКО. В чем разница и кто выбирает тот или иной метод инсеминации или ЭКО? Метод лечения определяется только на основании диагноза, то есть причины бесплодия. Если говорить о протоколах стимуляции для программы ЭКО, длинные, короткие, тут уже название говорит само за себя. То есть длительность прежде всего отличается. Отличается спектр медикаментов. Но смысл один и тот же. Нам нужно получить группу яйцеклеток, которые мы должны оплодотворить, чтобы получились эмбрионы, и в дальнейшем посадить в полость матки. Максимум мы можем перенести 2-3 эмбриона. Если говорить о подсадке на 5-е сутки, то это селективный перенос одного эмбриона, потому что наша цель – это получить одноплодную беременность у здоровой женщины с рождением здорового малыша. Работа эмбриолога очень ответственна. Именно Вы подбираете сперматозоиды и яйцеклетку, которые встретятся, после которой, собственно, и родится ребенок. Скажите, по какому принципу происходит подбор пары? Да, действительно, это волшебное, можно сказать, свидание. Сперматозоиды и яйцеклетки организуемые эмбриологи. Мы можем организовать это свидание двумя путями. Первый путь или метод называется IVF, что в переводе означает «экстракорпоральное плодотворение в пробирке», говоря более простым языком. Эта методика заключается в том, что к яйцеклеткам мы добавляем определенное количество сперматозоидов, если нам позволяют параметры семенной жидкости это сделать, все в норме, и культивируем. На следующий день уже оцениваем, произошло плодотворение или нет. И второй метод – это ИКСИ, или интроцитоплазматическая инъекция сперматозоида. Тут при определенных показаниях к этой методике задача эмбриолога под большим увеличением, под микроскопом выбрать сперматозоид, который является морфологически нормальным, активно подвижным, и инъецировать его в цитоплазму яйцеклетки. Таким образом происходит второй метод. Ювелирная манипуляция абсолютно. Ювелирная, но мы очень любим свою работу. Делаете ли Вы ИКО в естественном цикле, когда есть противопоказания для стимуляции? Безусловно, есть категория пациенток, которым противопоказан прием гормональных препаратов, противопоказанная стимуляция, но они могут вынашивать беременность. У нас есть такие женщины, которые готовы пойти, можно сказать, даже на некоторый риск, потому что перенос одного эмбриона, он, безусловно, снижает нашу эффективность, но все же. И есть такие пациенты, которые забеременели путем ИКО в естественном цикле. Они очень благодарны. Вот сейчас у меня есть пациентка, которая носит двойню. Это действительно было чудо. Мы в пределах, прошу прощения, мы в рамках двух менструальных циклов собрали у нее две яйцеклетки, сделали процедуру ИКСИ оплодворения и культивированные два эмбриона потом впоследствии перенесли одномоментно в полость матки и получили двойню. Я здесь так плавно перешла к программе накопления эмбрионов. Собственно, это ИКО в естественном цикле. Если женщина желает повысить свои шансы, например, перенести не один эмбрион, а два эмбриона в полость матки, почему повысить? Каждый второй, третий эмбрион дает бременность. Какой именно даст, неизвестно. Если перенести один эмбрион, полученный в естественном цикле, шансы все-таки малы, согласитесь. Мы можем заморозить эмбрион, то есть подвергнуть его к риоконсервации путем метода быстрой заморозки, ветрификации. Эмбриолог ветрифицирует такой эмбрион, и он прекрасно сохраняется. Для него это никак, никак, никаким образом не сказывается негативно. Это как пауза в развитии. И второй эмбрион, который мы получаем в следующем менструальном цикле, мы подгоняем под сроки жизни, сроки культивирования первого эмбриона. И, соответственно, они у нас как близнецы, и они даже не знают, что они из разных менструальных циклов у женщины. Да, но надо сказать, что здесь женщины, как правило, это возрастные, в общем-то, женщины, возрастные к 40, ближе к 40. То есть там, где уже и сам выход яйцеклетки, в общем-то, он не всегда бывает, но всегда яйцеклетка в каждом цикле выходит. Поэтому сложная такая, скрупулезная процедура, на которую женщина сознательно идет. Иногда это последний шанс, то есть других шансов нет. У нас есть еще один сюжет, давайте его посмотрим. С 2009 года в Одессе успешно работает клиника репродуктивного здоровья «ЛАДА», специализирующаяся на диагностике и лечении семейного бесплодия. Дарить счастье людям – основная философия специалистов клиники «ЛАДА». Здесь вы всегда почувствуете атмосферу доброжелательности, внимания и искреннее желание помочь ощутить счастье материнства и отцовства. Дать возможности любящим друг друга людям родить ребенка – главная цель всех, кто работает в клинике. Доктора на высочайшем профессиональном уровне выполняют работу, которую сами считают искусством. Обратившись в клинику по лечению бесплодия, пациенты обретают в лице врачей надежных помощников и консультантов, готовых поддержать семью в трудную минуту. В клинике репродуктивного здоровья «ЛАДА» есть все, что вам необходимо – гинекологи и урологи, репродуктологи и эмбриологи, врачи-специалисты высочайшего уровня, современное новейшее оборудование. Ключевая аппаратура оснащена собственными процессорами таким образом, что все, что происходит в процессе диагностики, лечения и вспомогательных репродуктивных технологий, постоянно фиксируется, заносится в память, является абсолютно конфиденциальным, служит для подбора оптимальных режимов введения пациентов и своевременной коррекции. Системы жизнеобеспечения эмбрионов включают в себя режим двойной и тройной подстраховки. Процесс микроманипуляции на яйцеклетках и эмбрионах полностью защищен от любых внешних влияний. Клиника на протяжении многих лет живет и работает во имя исполнения миссии дать возможность вам воплотить самый главный смысл жизни – продолжить себя в детях. Спасибо им огромное за это счастье, за этот драгоценный бриллиантик наш. Я хочу сказать, что люди в клинику приходят далеко не с самой маленькой проблемой, и далеко не с самым легким ее решением сталкиваются. Иногда приходят даже в безнадежной ситуации. И клиника помогает, помогает всем, чем может. И она просто дарит счастье. Сегодня тема нашей программы – «Как преодолеть проблему без плоти». У вас очень сильная лабораторная база. Скажите, пожалуйста, как на сегодняшний день должен выглядеть инкубатор, и что он сегодня должен представлять современной клинике? Создатели современных инкубаторов попытались максимально приблизить искусственные условия инкубатора к естественным условиям в матке. Поэтому теперешние инкубаторы имеют сниженное количество кислорода, что соответствует такому же количеству в матке. То есть это примерно 5%. Это на сегодняшний день смесь газов, то есть кислород, азот и углекислый газ. В инкубаторах старого поколения мы использовали только углекислый газ. Это абсолютно независимые друг от друга сектора. Если мы открываем один сектор, то восстановление температуры и параметров газа происходит очень быстро. От 1 до 3 минут, что очень важно. Чтобы вы понимали, в инкубаторах старого поколения это происходило в течение двух часов. Также они сейчас называются планшетными, то есть они занимают мало места, тонкие и красивые. Ну вот мы затронули в нашем разговоре уже Криобанк, возможности Криобанка. Давайте немножко еще поговорим о нем. То есть каков он на сегодняшний день, что он из себя представляет тоже, и каковы ресурсы его, что вы можете предложить людям? Возможность криоконсервирования в клинике экстракорпорального оплодотворения очень существенна на сегодняшний день, так как, как правило, когда мы получаем эмбриончики и переносим их, то переносим мы один, либо два. И у нас еще остается какое-то количество, поэтому очень важно их сохранить. Для того, чтобы пара в будущем могла прийти еще, если она будет иметь такое желание, за ребенком. Очень важна также функция сохранения яйцеклеток, потому что иногда бывает, что у женщины складывается такая ситуация, что она хочет отложить свою беременность по причине, например, какой-то у нее заболевания, и надо пройти терапию. То есть тоже мы имеем возможность сохранить. Карьерный рост. Да, карьерный рост. То есть в силу различных ситуаций. Мы имеем возможность сохранить яйцеклетки, семенную жидкость и эмбриончики. Да, хочу добавить, что наша база постоянно обновляется, достаточно интенсивно. То есть мы приобрели одним из первых, наверное, на Украине инкубатор последнего поколения. В дальнейшем мы, конечно, планируем приобрести еще микроскопы нового поколения. На сегодняшний день мы перешли на среды абсолютно новые, которые дают возможность лучшего развития. Есть ли у вас возможность стажироваться за рубежом, что тоже является одной составляющей успеха, профессионализм, который все время обновляется, новые знания? Да, стажировки, на самом деле, наша клиника находится в очень теплых, добрых отношениях со всеми клиниками, подобными в Украине, а также и в России. Мы постоянно обмениваемся опытом, проходим какие-то, ну, такие, считанные мероприятия, тренинги. Мы ездим к ним, они, в общем-то, приезжают к нам, мы постоянно общаемся, делимся чем-то новым. Мы посещаем наши съезды, мы посещаем различные конференции, где встречаемся с иностранными нашими коллегами и, конечно же, обсуждаем вопросы стажировок у них. Так мы были на стажировке в Германии, в Израиле была стажировка. То есть у нас есть возможности. Сегодня снова-таки обсуждаются новые стажировки в нескольких клиниках Европы, поэтому эта программа обязательно у нас проводится в клинике. Мы не затронули с вами еще тему суррогатного материнства. К сожалению, не все женщины могут выносить ребенка. Давайте поговорим обязательно об этом. Есть ли какие-то программы донорские у вас? Действительно, есть пациентки, которые по медицинским показаниям не могут выносить своего малыша, например, отсутствие матки. Мы можем у такой женщины провести индукцию овуляции, то есть получить ее яйцеклетки, оплодотворить их сперматозоидами мужа и их генетического малыша сможет тогда выносить профессиональная суррогатная мама. Даже есть у нас такие вот ситуации в клинике, когда роль суррогатной матери выполняла у пациентки старшая сестра, младшая сестра, мама. Да, у нас есть сейчас как раз в программе ЭКО вот такая вот пара. И это действительно чудесно, когда можно доверить столь важное дело человеку близкому по крови. Донорские программы активно используются, донорские программы яйцеклеток и сперматозоидов. То есть есть женщины, у которых произошло истощение резерва, то есть их потенциала яичников, силу проведенных ранее оперативных вмешательств на яичниках, либо возраста, либо химия лучевой терапии ранее проведены. То есть мы предлагаем донацию яйцеклеток в таком случае. Да, действительно, женщина не имеет генетического отношения к этому ребенку, но биологически-то она его мать, она же для его вынашивания дает свою кровь, свои питательные вещества. И я вас уверяю, к концу беременности женщина уже забывает, что у нее был донорский цикл. Да, совершенно верно. Вы ведете пациентку до родов, или она становится на учет женской консультации? Ну, мы никогда не отказывались от своих пациентов. Мы всегда консультируем до беременности, до наступления беременности мы, естественно, проводим. Если наступает беременность, когда она наступает, мы снова ведем, консультируем, смотрим, как все происходит. Мы проводим медико-генетическое консультирование ранних сроков на пороки развития плода. Но мы просим всегда стать на диспансерный учет в женскую консультацию, где ведется официальный учет такой женщины, где обязательно мониторят тоже ее состояние. Тем не менее, мы работаем параллельно. То есть мы ведем консультативное сопровождение женщины до родов и потом готовые принимать к себе после родов и дальше наблюдать за ней. Что касается суррогатного материнства, я, наверное, дополню. У нас такие пары, безусловно, есть, их не так мало. Всегда люди, которые нуждаются в суррогатном материнстве, они относятся к этому настороженно. Ну, смотрим фильмы, да, читаем газеты, смотрим сериалы, все. На самом деле опасаться не надо, потому что мы в ряде случаев помогаем таким парам найти суррогатную маму из тех же девочек, которые были у нас в клинике, когда-то обращались по какой-то причине, и донорские отцы это сдавали. Вот. Мы сопровождаем такую семью от начала и до конца. Мы их консультируем. Я забыла сказать, что у нас консультируют в клинике два прекрасных психолога. И здесь очень большая их заслуга правильно настроить суррогатную маму на то, что это у нее работа. Она ее выполняет качественно. Мы следим за ее состоянием. Мы обязательно докладываем маме биологической, как идет развитие беременности, каково состояние суррогатной мамы, что надо, что не так. Обязательно контроль идет. И после родов эти дети, в общем-то, абсолютно спокойно передаются биологическим родителям. Ну, не было у нас никогда проблем таких, так что... И слава Богу, у нас есть еще один сюжет. Давайте его посмотрим. Рождение ребенка – это самый важный момент в жизни любой семьи. Однако часто случается так, что женщина не может зачать ребенка. Причем это может длиться месяцами и даже годами. У миллионов людей во всем мире возникают трудности с зачатием детей. И тысячи пар ежедневно задаются вопросом, что делать, если не получается забеременеть. К счастью, большая часть этих проблем преодолима. Причин, по которым не получается быстро забеременеть, может быть очень много. От патологий различных органов, ведущих к бесплодию, до банальных стрессов, не позволяющих зачать ребенка. Перед тем, как начать попытки забеременеть, женщинам рекомендуется пройти обследование у гинеколога, мужчинам посетить уролога или андролога. В последние годы количество бесплодных пар стремительно растет, но бесплодие – не приговор. В подавляющем большинстве случаев с ним успешно справляются. Вспомогательные репродуктивные технологии дают шанс бездетным супружеским парам стать счастливыми родителями. Более пяти миллионов здоровых детей по всему миру уже родилось благодаря ЭКО. И многие из них уже сами стали родителями без помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Метод ЭКО сделал возможным достижение желанной беременности для многих супружеских пар и помог преодолеть проблему бесплодия практически в любых ситуациях во всем мире. Итак, уважаемые гости в студии, спасибо большое, что были у нас в студии. Рассказали о возможностях современной медицины осуществить мечту, как стать родителем. Я знаю, что у вас проводятся Дни открытых дверей, где люди могут прийти и проконсультироваться, где можно прочесть расписание Дней открытых дверей. Значит, у нас есть сайт нашей клиники, на которых выставлены и фамилии, имена, отчества всех докторов-консультирующих, и как работает клиника, и когда проводится забор анализов, какой порядок забора анализов. И также там выставлены и цены. Коранцен, безусловно, он соответствует тому, что там выставлен. И, безусловно, это наш первый контакт с пациентом, это Дни открытых дверей, которые проводятся в последнюю субботу каждого месяца. Существует зависть, потому что людей бывает очень много. Иногда приходится проводить два Дни открытых дверей в один день. И там возможны розыгрыши скидок, дополнительные скидки, какие-то приятные подарки. Так что приходите. Уважаемые телезрители, как зачать и родить ребенка – выбор каждого человека. Помните одно – шанс забеременеть здесь у каждой пары. Будь здоровой, Одесса! Дни открытых дверей в один день. 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 Дни открытых дверей в один день.